Добрый вечер, мои дорогие друзья и мои дорогие подписчики. С вами снова я, ваш горячий любимый Алан Зар. Сегодня у нас непростой выпуск, он особенный, поскольку у нас с вами сегодня годовщина, 112 лет, со дня гибели самого знаменитого величайшего парохода 20 века Титаник. У меня есть сообщество ВКонтакте, кто знает, The Titanic Collection by Алан Зар. Ссылка в описании, если что. Подписывайтесь, у нас будет очень много обзоров, книг и сувениров по данной тематике впереди. Я стараюсь, конечно, искать подписчиков, раскидываю везде, всюду, насколько мне хватит на это силы времени, но что-то скудновато. Поэтому не огорчайте меня, подписывайтесь, стимулируйте меня на работу, если хотите, так скажем, быть осведомлены и просвещены по данной тематике. Сегодня я все-таки решил сделать обзор, почему? Поскольку наткнулся на кое-что, что в принципе не натыкался до этого вообще в принципе. Я думаю, для многих из вас будет это неким сюрпризом. Как вы все знаете, мы крутимся вокруг одного и того же сайта, Titanic Honor & Glory, да? То есть сайт разработчиков Титаник Честь и Слава, да? Как вы все знаете. Ну, вроде обещают разработчики, что нас ждет новая демо в конце месяца, дай бог. Ну, вроде апдейт уже там 2.1, вроде должно быть. Посмотрим, я не знаю, или 2.2. Но суть в чем? Суть-то не в этом. Суть в том, что они же обновили свой сайт, да? Я в принципе до этого не натыкался, но вот сейчас наткнулся. Вот как видите, перед вами вот версия, первая демо-версия игры Титаник Честь и Слава, да? За ней мы в 16-м году познакомились со второй демо-версией игры Титаник Честь и Слава. Затем в 17-м году, насколько мне помнится, вроде бы на третью демо-версию, да, игры. Она была как в стандарте, да, так и в VR-версии, да? Между прочим, у меня все эти прохождения есть в группе. Если кто хочет, пожалуйста, посмотрите, оставляйте комментарии, свои мнения. В принципе, мне это очень важно, пожалуйста. Но суть-то не в этом, суть в том, что я наткнулся вот на это. То есть демо-версия затопления, так скажем, гостиной первого класса, я так понимаю, гостевая комната. В принципе, были, так скажем, какие-то видео-обзоры, вроде какие-то видеофрагменты в интернете давным-давно еще. Но чтобы я видел, что кто-то делал прохождение на это, я не видел. Поэтому для меня это было, так скажем, сюрпризом. Так что сейчас мы попробуемся. Я еще, между прочим, даже не включал. Поэтому прямо с вами вместе мы будем включать и смотреть, что же это из себя представляет. О-о-о. А ну-ка. О, вот посмотрите. Круто, ребят, круто. Я так понимаю, ага, получается, эту штуку, по сути дела, выпустили в пятнадцатом году, как я понимаю, да? Ну, опубликовали, видимо, только сейчас. Потому что я, честное слово, я не натыкался. И до обновления сайта Титаник, честь и слава, вот этот фрагмент, я так понимаю, никто и не проходил, и не натыкался. Ну, слушайте, здорово. Уже, можно сказать, немножко чувствуется уже атмосфера, ну, самой игры, если она, дай бог, выпустится. Рано или поздно. Все-таки. Мне кажется, все-таки не буду разрабатывать там до каких-то мелочей. Максимум это будет симулятор на одно прохождение. Ну, там, с отоплением всеми делами. Потому что разрабатывать со всеми персонажами, это дорого. И, ребята, очень скудно. Ой, погодите-ка, это... Я не помню фамилию этого разработчика. Это разработчик, да, этой игры. Ну, слушайте, вообще жесть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, да... А, туда даже нельзя зайти, я бы даже не стал заходить, там реально страшно. На самом деле. Но чувствуется прямо атмосфера вовсю. Насколько я припоминаю, это как раз то место, где была сцена из фильма Джеймса Кэмерона, где Джеки Роуз убегали от злополучного Кэлла, да, и они как раз пробегали в этом месте, и убежали, пробегали через столовую первого класса вроде. Это как раз то самое место. Но мне нравится то, что здесь реалистично показана динамика затопления, как Титаник быстро тонул как раз в этом месте. Но воду, конечно, они здесь не доработали, еще не дорабатывали. Ох ты, какие шумы тут, вообще жесть. Не знаю, ребят, может кто из вас тут это дело проходил, не проходил, но в принципе это стоящая штука. Включайте немножко. Жалко здесь, я так понимаю, нет режима VR, но VR можно было бы вообще врубить, это было здорово. Что-то этот товарищ так и не тонет у нас. Какие шумы, как все скрипит, валимый тон, стулья все в потолок смыли. Страх божий. Прямо чувствуется вот эта атмосфера, это жесть, конечно, жестко. Лепота. Даже учитывая, что это 15-й год, все равно, то есть, качество отмены. Все, сейчас мы вообще в темноте останемся. Жесть. О, все. О, там немножко свету, 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 свету. Я не хочу умирать. Все, короче. И что дальше? А, это все теперь повторяется, да? Ну, теперь понятно. Ну, в целом понятно, что вот этот фрагмент, он был выпущен в 15-м году, да, только, я так понимаю, загрузили его только сейчас. Что есть, очень здорово. Ну, в принципе, если чисто хотите ощутить себя, так скажем, в окружении вот этой самой атмосферы, да, гибели Титаника, пожалуйста, запускайте, то есть, пройдите, не поленитесь, это очень здорово. Ну, будем надеяться, что в этом году вот эта строчка, да, всех демо-версий пополнится, и мы с вами будем уже свидетели нового обновления в Unreal Engine 5 уже со всеми двигателями, со всеми, там, котельными, со всеми пирогами, дай бог. Ну, вроде там что-то обещают, какой-то подарочек нам под конец месяца, может, все-таки наткнемся на что-нибудь интересное. Потому что мы заслуживаем хотя бы по одной демо-версии в год, как-никак. Тем более, надо понимать, что годовщина гибели, все дела, бла-бла. Сейчас еще они вроде должны были запустить, вроде скоро, между прочим, по времени запустят новую версию гибели, так я так понимаю, там будет какой-то видеообзор, опять же, там на 3 часа, то есть, растянутый. Так что, будем ждать. Ну что ж, ребята, спасибо, что вы сегодня уделили немножко времени мне. Качайте, сами окунитесь в атмосферу гибели Титаника. Немножко, так скажем, отвлекитесь от наших серых путней. Ну и подписывайтесь на мой канал, если уж можно так назвать, учитывая скудное количество подписчиков в сообщество ВКонтакте, подписывайтесь, если кому интересно. Будет очень много распаковок, между прочим, впереди у нас распаковка очень редкого экземпляра Титаника Эксплораж Джеймса Кэмерона 98-го года выпуска. Так что, буду ждать. Подписывайтесь. Всего вам хорошего. Наилучшего. До скорого.